Солнце встаёт, мороз, холодина, всё хрустит, мама едет. Наконец-то выбрались мы на природу. Такое вот утро, солнышко. Время около 11 утра, вот расцвело как раз. 28 ноября, вот мы отправляемся в лес. Сегодня мы вот этим маршрутом поехали. Всё у нас в снегу. Деревья беленькие, там солнышко где-то в ветвях. Снегу мало, поэтому без лыж отлично идётся. Сегодня 12-15 градусов, но очень холодно. Снежок искрится. Всё такое белое. Всё такое новогоднее уже. Туман такой, мороз он прям. Дубарина, вообще дубарина. Речка замёрзла, она под нами прямо. Тут русло вот. Сейчас ещё тут русло будет. Мы думали, как перейдём. Ну, слава богу, речка замёрзла, хорошо. О! Всё замёрзло. И мы прошли спокойняк. Ага. Тут тоже вот русло. Да, собаку выдерживает. Да, собаку выдерживает уже. Хорошо всё подморозило. Мороз. У мамы уже всё обледенело. Мех. Вот. Наконец-то мы выбрались на природу. Посмотри, так солнце немножко, да? Как бы на снег отсвечивает. Вот старая просека. Когда-то мы здесь за малиной ходили. Лет 15 назад. Тут или буран, или квадрик, или что-то проехало туда. Ну, тоже знают, видимо, это место. Всё, снега, гулки. Или что, хочешь по этой? Ну, она немножко опасная, да? Или без разницы? Хочем по этой. Идём по этой проплешине, но она немного опасная. Она немножко опасная. Надо не провалиться. Ты смотри там, не провались местами-то. Вот эти все пни мне много-много опят дали нынче. Это всё опятный лес. На этой стороне я одна-то ходила без тебя так. Ты бы знала, что так много. Да кто же пошла бы, да? Это место. Что мы тут накантарили, и всё. Я думаю, что теперь искала в пещере. Что там делать-то будем? А что мы где будем с тобой седало делать? Там дальше где-нибудь? Ну, ладно, иди осторожно. Там в ветвях солнце появляется моментами. Зашли в лес. Тут гораздо теплее. И мягче. Вот эта лисина, вон, над нами. Давай, проходи скорее. Чтобы она не упала случайно. И не зашибла. В другие годы ходить невозможно в это время года. Потому что сугробы по колено. А нынче, вот считай, 1 декабря почти, а ходим с покойняк по лесу. Потому что не было нормальных снегопадов. Так, на зачехлиться, чтобы сверху не нападало. Хоп. Что ты обход какой-то дальний выбрала? Нет? А пошли тогда туда на перерез. Вон уже там, по-моему, блестит наша дорога. Пойдём на неё. Не спеша тут по этим ёлкам. Вот это та хорошая сжечь. И вон сидеть, удобное место. Если чё, так. Или чё, рано? Ещё погуляем по лесу. Ну, вообще хорошее место, да? Угу. Смотрите, какой пенёк, а на нём шапочка. А здесь мыши и следы какие-то. Вот туда побежала, туда вон побежала. А, наверное, под пенёчком кто-то живёт. Ну, вон она уже. Пойдём наискось. Да. Сторожно идём. Перешагиваем всякие штуки под ногами. И вот мы вышли на другую дорогу. Ну, не дорога, а бросика старая. Потому что этот лес мы знаем очень хорошо. Всё тут, видите, какие-то следы, всё тут исхожено, собаки. А сейчас, смотрите, одна минута, и мы выходим на солнечное место. Как будто уже январь. На поле выйдем. Оно в тумане всё, в морозном таком. Ох, какая ёлочка. Ёлочка, ёлочка. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. И вот мы вышли на такое местечко. Слепит солнце. Старые следы какие-то машинные или что. Ветерок тут. Моя тень. Мама идёт. Небо голубое, голубое сегодня. Молодые ёлочки стоят. Летом мы тут столько красноголовиков нарвали. И не раз. А сейчас они спят под снежком, укутанные. всё уже на них. Ай, ой, столько сняли. Собачьи следы какие-то или чьи, не знаю. Сосенки. А под ёлками мало снега. Вся трава, смотрите, какая искрящаяся. И всё поле такое. углубляемся в лес. Сейчас место поищем какое-нибудь нормальное. Лучше с краю, чтобы солнышко было. Ага. Конечно. Вот это чё, чага начинает расти. Смотри, это чага ведь, да? Чёрная. И вот. О, прям хорошо откалывается и вон чага ещё маленькая. Ну, в этом лесу много чаги. Нашли, короче, место такое нормально. Уже готовим готовим это. Седало тут будем делать. Вот. Удобно. Ты хочешь жечь всё-таки кострик? Да? Моденька пришёл. Погреться, да? Да. над нами нету ёлок. Ничего нам на голову снег падать не будет. земля близко совсем. Промежуточное включение спустя 15 минут или 20, в общем. Мама тут костёр себе сделала, ей надо сжечь кое-что. Там церковное всякое. Смотри-ка, она вообще... Ты вообще без веточек, без всяких, да? смогла разжечь. Молодец. Вот. А я тут занимаюсь обедом. Вот. Ну, нас спрашивают, почему мы ещё и горелку берём, когда костёр. Ну, на всякий случай. Горелку берём, вдруг костёр не разожгём, а костёр делаем и берём с собой такое всё. На случай, если газ не будет гореть. Потому что я сейчас не знаю, газ будет гореть или нет, мороз сильный. Надо зимний газ покупать. Вот. Такой вот у нас. Сейчас попробую всё поставить. Может быть, зажарю. Нет, да всегда на костре зажарим. Ага. И, кстати, газ горит сегодня хорошо. Так. Колбаса. Забыла тарелки сегодня взять. Слава богу, что есть вот эти контейнеры. Будем в них есть. Ну, могли бы и сковородки даже поесть. Ничего страшного. Ну, тепло, кстати, да? А у меня колбаса вкусно пахнет. А это картошка варёная. Сейчас мы её туда. Морозно. Дым идёт изо рта. И кругом, короче, дым. Так, и сейчас мы это дело туда. О! Картошечка с колбаской будет. Так. Не знала, что взять с собой. Ещё на запас ВИЧ-пакет есть. Но всегда у нас с собой есть. На случай голодовки. На случай НЗ. Ещё кубики всегда с собой. Мало ли, там заблудился или что. Так, ну вот, пусть жарится. Ммм, пахнет уже вкусно. Чё-то темно так стало. Вроде не так глубоко зашли. Там солнце на поляне. А здесь вот так. так, ну и короче, не знаю, чего готовлю. Чё-то зашипело так у тебя. Ой-ой, набросала. Ну, короче, всё. Отвлеклась. ну вот. Я вот так всё перемешаю. да и пофиг. Давай, ложку доставай. Можик пока убираем. Хлеб-то холодный. Мы ещё купили термос маленький, походный, ну такой для еды. У нас большой был, а нам надо маленький, на 700 грамм взяли. Хотели его сегодня опробовать, но в следующий раз, когда на лыжах уже не будем заниматься этой готовкой, а будем есть уже готовое из термоса. Вот, он лёгкий, маленький. Посмотрим, как он держит зимой. Долго оно и дойдёт, мне кажется. Так, вот, всё готово. Получился такой, как омлетик. А то давай пока ещё это тут горячее я... Бич, бич будешь? Как ты? Поджаристая тебе ещё. О, так, этот тебе? Затушила всё? Угу. Так, а это мне? А я буду из сковородки наверное, прямо есть. Приступаем к трапезе. Есть надо очень быстро, потому что всё остывает мгновенно. угу. 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 Нормально получилось? Хорошо. Вкусно? Вкусно. Вкусно. Копчёная колбаса. Угу. Колбаска, картошечка, яички. Угу. Всё это горяченькое. там солнечно. Там солнечно. Плюс 12, ой, плюс 12, минус 12 или минус 15, не знаю сколько. Ну, слава богу, без ветра, да? Угу. А если на лыжах уже просто в термосе возьмём еды? Угу. Да. Горячего супа какого-нибудь. Это мы сейчас пробились, потому что снегу мало. А потом-то уже нам не пробиться будет, наверное. Угу. Вкусно? Всё съели до крошечки, потому что очень вкусно. О, хорошо. Очень хорошо сегодня в лесу. У нас хорошее настроение. Вот. Всех мы хотим поздравить с наступающим Новым Годом. Осталось совсем чуть-чуть. Да? Зато это, побывали в такую погоду, солнце прямо, ой, солнце мне вот детство напоминает. Да? Как в лесу мы ёлки-то рубили, таскали. 12 градусов, но тепло. Мы тут в лесочке ветра нету. У нас всё хорошо. чего и вам желаем. Всем всех с Новым Годом, с наступающим. Здоровья всем, семейного благополучия. Ну, всё, собрались. Всё у нас тут, ничего мы не забыли. Ну вот, выбираемся на свет божий. Эх, как снег искрится красиво. Идём по своим следам опять. Вот там простор какой. Ну, идём по своим следам, смело наступаем. Это я сначала хотела на том делать, седала. А вот это дерево, в ту зиму я на нём блины жарила. Я вспомнила, тут сидела я. Так, а пойдём как шли. Вон тут кто-то прыгал, смотрите. И туда, и вон туда ушла. И вон ещё кто это был, птица или мышь. Так что мышей много, лисичкам есть что кушать. Солнышко светит. Вот такие вот ёлочки красивые. Вот здесь, кстати, ой, кажется, вообще уже, что февраль и скоро весна будет. Вон тоже, смотрите, кто-то протоптал следы. тёплый-тёплый такой ствол сосна, которая маслята даёт, тройная такая. Небо голубое там. Вот, смотрите, стоят вот эти травинки белые до весны. Помнишь, ты их фотографировала? Да. Ну вот, зима только начинается. Через два дня 1 декабря. И только в конце апреля у нас снег только растает. А может быть, даже и в начале мая в лагах. Да? Один раз 20 мая был ещё снег. красота. Красота. Птиц никаких нет вообще. Смотрите, какие следы красивые у нас. Снежинки. Вверху две снежинки, а внизу одна. тут, прошёл сериал перевал Дятлова. Вот. Как они там бедные замерзали. Ходили они зимой, считай, в феврале, в конце января, феврале. Вот. Ну, это, считай, 59-й год. снаряжение у них было не очень хорошее, никак сейчас там всё с подогревом, да, жилетки с подогревом, да, палатки хорошие, легкоходные, штормовые такие. А у них была какая-то из турклуба, им выдали бэушную. И всё остальное, я думаю, тоже. Тем более студенты, чего, у них денег не было. Наверное, так где-то набирали друг у друга. Я вспомнила в связи с этим случай такой, когда мы когда мы были студентами, мы тоже, вообще тоже такие были бесстрашные. Не помню, на каком, на втором курсе или что, на каком. В зимние каникулы, в общем, в январе, видимо, тоже холодильное было 30 градусов, мы решили филфаком пойти в поход на это, в Малёпку. Ну, кто не знает, кто пермский-то, это знают, что такое Малёпка. А кто не пермский, это, значит, такая аномальная зона. В то время, это сейчас говорят, фу, Малёпка, это фигня. А в то время много было там, интересного. Светящиеся шары тоже, как вот эти дятловцы видели над хребтом, в общем, куда они ходили. НЛО там разные, ну, в общем, и вот, типа, пойдёмте это дело изучать. Такие, пойдёмте. Тоже там собирали все друг по другу валенки, потому что в ботинках ты там окочуришься сразу, вот валенки, лыжи там, всё, палатки там, чё, не помню вообще. И такие, пошли, да, пошли. Безголовые, короче, ничего не боялись. Помню, что морозы 30 были, а это ехать надо далеко. Это сейчас, пожалуйста, ты хоть на чём доберёшься и машины, и поезда, и автобусы. А это был 30 лет назад, или сколько? 27, не знаю, лет. Нужно было долго-долго ехать на поезде, и потом ещё на лыжах долго-долго идти. Это сейчас у малёпки в деревне, там у тебя база, пожалуйста, всё, уже бренд такой. А раньше всё это было по-честному. Ну и, короче, расскажу в результате, что там наснимали, а тоже ни гаджетов не было, ничего такого. Фотоаппараты были пустые. Ночью в палатке надо было это всё следить за небом, там наблюдать, не будет ли каких-то пришельцев или странностей каких-то вот этих светящихся шаров. И помню, что произошло. Часы, часы, то ли электронные, то ли такие, в общем, вели себя странно. Они взбесились. А ручные, по-моему, вообще перестали идти, или ушли сильно вперёд на несколько часов. В общем, что-то с часами там произошла, аномалия. И они что-то нафоткали. Не помню, короче, чё. Просто хочу сказать, что и в наше время такие же были. Безбашенные. Зимой труднодоступны. Ну, конечно, дятлцы там на Северный Урал ходили, или даже на Приполярный, не знаю, там, как считать. А наши в наши края ходили. В Средний Урал. Ну, это Средний Урал, это тоже вам не так всё просто. И вот. Как говорится, молодо, зелено, смелые, ничего не боятся. Так, ну, ладно. Прощай, та полянка. Ой, прощай, не прощай, до свидания. Оставайся. Надеюсь, до Нового Года мы ещё сюда придём. Так, сейчас мы отправляемся дальше. Хорошо, когда ветра нет. Это сразу минус сколько-то градусов скидывай. Ага. Я говорю, когда ветра нет, это далось сразу градусов восемь, ага. А если бы ветер был, то это... Ой, один раз мы пошли в поход, была страшная метель, как в кино вот бывает. Ветер. Мы поцелинее на лыжах. Это сейчас вам все леса там, квадрики там следы делают и бураны. Раньше ёша вообще никого никогда не было в этом лесу. Наша лыжня через две минуты заметается. Не видно в двух метрах ничего не видно. Продувает. Тогда я струхнула. А ты? Нет? Замерзли там и помнишь? Нет, это было сутки. Да по полю там и помнишь? Ветрище-то был. Следы наши перемело все, помнишь? Мы даже свои следы не могли. Но мы, конечно, знали, куда идти и все. Но я тогда так замерзла. Оно продувало до костей. А градусов было мощь 16, да? Или 19? 19 градусов было тогда. Но ветер был. Это было как все 35, ага. Прямо вся душа вымерзла, пока мы плелись тогда. Ой, вообще. Смотрите, покажу вам старый лосиный след. Мы уже остальные раздавили. Вот остался один лосиный и он туда пошел. Мы тут уже видали лосиные следы. ну вот, выходим мы из этого массивчика. Смотрите, белка. Видно, да? Смотри, вот это чьи когти? Белка ведь? Да. Так, а где лось? А, двойной-то? Ну, копыта. Это старый только он уже. Так, ну ладно, все, выходим на поля и пойдем домой. А так мы сегодня хорошо прогулялись. Наконец-то после стольких недель болезней, домосидения. Вот. Осень прошла, конечно, в трудах и болезнях. Еще кашляю. Кашель не проходит никак у меня. Вот. Крепит снег под ногами. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем здоровья. всем удачи, всем пока. Цветочек аленький. Так, вот ты какой, цветочек аленький. Да, все, солнце сейчас в декабре еще темнее будет. Ага. Сколько еще убывать-то будет? Еще убывать будет до 20. 5-го, да? 40 минут, что ли, еще. Еще 40 минут убывать будет. Всем пока. пока. Вау, пока. Субтитры и, еще 30 минут, пока. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok